Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу новый наборчик Т23Е3 и Т25Пилот. За 7000 золота вы можете взять себе данные две машинки в составе набора, в который входит помимо двух машин, два Каму. Один мне действительно нравится, он симпатично смотрится на Т23Е3, ну а что касается пилота, то здесь он меня смущает и в своем предыдущем видео я уже об этом говорил. В целом очень классные задатки к тому, чтобы быть классным, симпатичным, хорошим Каму. Но все-таки вот эти вот таксистские шашечки, такое впечатление, что я в Убере работаю где-нибудь, а не в танки играю, меня честно говоря смущают. Хотя может это исторически чего-то там значит, но я особо глубоко копать не буду, говорю просто свое субъективное мнение. Есть Х5 на каждую из этих машин в количестве 15 штучек, есть довольно симпатичный аватар, все вы знаете мое мнение по поводу аватаров, насколько это там ненужная вещь в игре. Я больше, знаете, такой прагматичный чувак, который не видит смысла на вот такие вот приблудки тратить реальные бабки либо голду. Но здесь уже на любителя и что самое парадоксальное, вот этот мне действительно почему-то нравится. Ну какой-то он симпатичный, не знаю. Есть два слота в ангаре, открытое все оборудование. И на восьмом уровне вам пришлось бы, ну в принципе нормально потратить серебра на то, чтобы открыть всю оборудку. Здесь же дают в навесок абсолютно бесплатно, можно сказать. Можете взять отдельно себе какую-то из этих машин, 3,5 такая, 4,5 Т25. Но не знаю, честно говоря, стоит ли покупать вот прям совсем в голом состоянии данные машины по тем ценникам, которые здесь заявлены. Я не буду долго оставаться в ангаре, мы с вами сразу перепрыгнем, посмотрим, что эти машины собой представляют во всякого рода дополнительных ресурсах. А потом уже вернемся назад в ангар. Итак, смотрите, Т23Е3 я решил сравнивать с Т26Е3 Игл-7. И хотелось бы сразу обозначить, что был когда-то данный набор буквально месяц назад на продаже, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, месяц назад на продаже был тоже за 7000, только в состав набора у него входили Т25, пилот вот этот. И к нему в довесок шел как раз Игл-7. И я говорил по поводу того, что если сравнивать, допустим, Т23Е3 и Т26Е3, то я бы сказал честно, что в сегодняшнем наборе действительно, ребят, наборчик более интересный, да, в составе, точнее, набор в таком, он действительно интереснее. Да, безусловно, Игл-7 он, ну, как вы видите, более бронированный, да, то есть брони тут побольше, есть приведенка хорошая, есть, в принципе, и в прямой проекции броня в 100 мм, здесь действительно все чутка похуже. Но все-таки, ребят, это средние танки, играться он должен не обязательно прям крепко, он должен играться бодро, мне кажется. И если мы перейдем в сравнительную таблицу, то зацените разницу Т23 и Т26 Игл-7. Насколько выше ДПМ? Просто безумно. На, грубо говоря, там 700 единиц, это действительно очень много и в процентном соотношении, и в размере ХП, который вы забираете у команды соперников. Вы имеете пробой, тот же самый. Альфа меньше, но, ребят, ДПМ выше, и вы отстреливаете 17, практически, ну, в принципе, если довести до ума, то 18 выстрелов вы делаете в минуту. При том, что на Игле-7 делали бы только 9. Если смотреть на время перезарядки, я время перезарядки такое, ну, просто готов в темечко целовать, потому что 337 это базовое значение, которое можно еще и улучшить. Против 6 с копейками здесь. Короче говоря, как ни крути, а с учетом того, что доходность у них одинаковая и процент побед практически не отличается, я бы сказал, что Т23, которого положили в этот наборчик, он гораздо интереснее, чем в предыдущем наборе за те же самые деньги Игл-7. Если с вот этими товарищами разобрались, то переходим к пилоту. Здесь ситуация немножечко, ну, не то чтобы другая, но более-более такая сложная. Если у вас нет в коллекции суперпершинга, тогда вам имеет смысл рассматривать Т25. Смотрите, броня у этого товарища, ну, как бы, вроде бы немножко есть, все ее там отчасти хаят, отчасти хвалят, но, ребят, можно отыгрывать от башни, башня практически по кругу, не считая вот этого затылка. Нормально бронирована, и когда ты башню доворачиваешь, ты не сильно оголяешься. И, в принципе, машина играбельная, машина, в принципе, нормальная. Я себе ее не покупаю, только лишь потому, что у меня есть суперпершинг, который выглядит вот так вот. Единственное, что у него есть вот эти вот маски противофугасные, которые имеют в себе там какую-никакую, а дополнительную броню. Чтобы заценить его броню, сейчас снимем с вами масочки. Итак, baby, take off your coat real slow. Так, сняли. You can leave your head on. Так, смотрите, здесь получается какая, Петруха? Говорят, что здесь фуфловая броня, но если сравнивать ее с пилотом, ну, я бы так не сказал. Смотрите, вот эта вот часть верхнего бронелиста имеет 223 с приведенкой, и ниже здесь 161 с приведенкой. Ну, если встать прямо, то 217 и 160. Здесь у нас 80 снизу, но с приведенкой 164, поэтому в зависимости от того, как вы играть будете. Ну, а что касается башни, то здесь, да, безусловно, есть вот эта вот приведеночка по бокам, есть ком башня, но когда вы начинаете орудие доворачивать куда-то, выцеливая врага, другой враг видит вашу оголенную щеку башни, ну и, соответственно, здесь брони существенно меньше. Поэтому, ребятки, получается вот так вот, что если сравнивать эти две машины, но я еще в дополнение добавил сюда, просто ради банальности и честности, першинг проходной, ну, получается вот так вот, что ДПМ у пилота не выше особо, ну, то есть я бы не сказал, что в бою вы это явно почувствуете. Пробитие у него ниже, чем у Супера. Альфа та же самая, выстрелов в минуту на один больше, но, поверьте, это несущественно. Я думаю, что в бою тоже особо не почувствуете. Калибр тот же самый, скорость полета снаряда у пилота даже хуже. Таким образом, получается, что по определению на дальних расстояниях вам необходимо будет, ну, больше чувствовать вот это вот время упреждения, для того, чтобы враг не успел отъехать от вашего прицела, пока снаряд туда долетит, от точки прицеливания, простите. Что касается сведения, то здесь у Супера лучше. Ну, что касается подвижности, то пилот чуть-чуть подвижнее, но, я думаю, тоже незначительно. Таким образом, получается, что существенная разница это по доходности. 170 доходности у Т-25 пилота, который есть в сегодняшнем наборе у нас, и 190 у Супер Першинга. И действительно, или Супер Першинг, как там правильно? Ребят, поправьте меня в комментариях, только сильно не серчайте, просто напишите, как правильно читается, потому что я не сильно силен в иностранных языках. Так вот, ребят, 190 единиц доходности, да, 190 процентов. Это гораздо круче, чем 170. И если вы сможете реализовать его, окей, хорошо. Поговаривают, что у Т-25 пилота есть повышенный процент доходности в отношении свободки. Но поскольку я сам этого не перепроверял, и каких-то официальных подтверждений этому я лично не нашел, я на этом настаивать не буду, просто озвучиваю то, что когда-то сказали мне, и сказали, между прочим, неоднократно. Ну, и, возможно, там и есть правда. Теперь, ребят, давайте посмотрим на прокачиваемого товарища. М-26, который имеет 2600 с копейками альфы, который имеет пробой, да, существенно ниже ту же, ой, альфы, господи, ДПМа. Альфа та же самая, выстрелы в минуту чутка выше. Но все-таки мне кажется, что несмотря на то, что здесь заявленный ДПМ существенно выше, с учетом низкого уровня пробития по сравнению с Т-25, все-таки этот ДПМ не настолько реализуемый, как заявленный. Потому что реализуемый ДПМ это не совсем то же самое, что цифра, которая здесь. Дело в том, что когда вы находитесь в бою, вы не стреляете с постоянным средним уроном, и вы не постоянно пробиваете. Короче говоря, имея вот это вот пробитие, я лично не верю в то, что проходная машина действительно может нормально реализовывать данный ДПМ, настолько, насколько тот же самый пилот может реализовывать свой. Ну, просто отказываюсь в это верить, да и все, поправьте меня, если я не прав. Короче говоря, ребят, если рассматривать данные машины, я бы сказал, по отдельности к покупке, то следующим образом скажу свое мнение. Дело в том, что в составе набора за 7000, в любом случае это интересно, потому что вы получаете себе усредненно по 3500 за машину вы заплатите. И плюс-минус это нормально. Да, 3500 для 7-го левела это дорого, есть машины дешевле, поэтому нормальная, адекватная цена это 3 косаря. Но в таком случае вы получаете за 4000 себе, в любом случае фармящую машину, вы получаете себе, скорее всего, фармера свободки, если верить тому, что говорили мне. Но и, соответственно, 4000 для 8-го левела это не то, что приемлемый ценник, это сладкий ценник, потому что за 4000 вот вам продают в составе набора тот же самый STRV-74A2, который, ну, я бы не сказал, что стоит этих 4000 золота на своем 6-м уровне, а здесь 8-ка. Ну вот, как-то так приблизительно получается. Возвращаясь к теме разговора, с учетом того, что я вам озвучил по поводу пилота и по поводу, господи, скажите, я скажу, суперпершинга, я именно по причине того, что суперпершинг у меня в коллекции есть, я не планирую себе эту машину пока покупать. Я мог бы взять его сугубо для обзора этого пилота, но имея вот этого товарища, понимаю, что он просто будет рядом с ним стоять, с Т-26-м, и, в принципе, на этом все закончится. Ради одного обзора я, к сожалению, не имею финансовой возможности это сделать, я лучше эту финансовую копилочку свою золотую потрачу на что-нибудь более интересное, ну, и то, что будет приносить пользу и мне, ну, и, соответственно, уже тогда на другой танк сниму обзор. Ну, а что касается товарища Т-23Е3, я лично считаю данную машину стоящей того, чтобы она стояла в вашем ангаре. Я говорил об этом неоднократно, это чуть ли не мастхев любого начинающего танкиста, в первую очередь, ну, а любителя танков уж тем более. Машинка очень бодрая, очень интересная, очень быстро перезаряжающаяся, и она действительно доставляет море удовольствия и море кайфа. В пределах данного видео я добавлял и буду добавлять сверху ссылочки, по которым вы можете перейти и посмотреть обзоры на вот эту машину, на суперпершинга. Короче говоря, не ленитесь, перейдите, посмотрите. Не для того, чтобы у меня было больше обзоров на моем канале. Я и так благодарен вам, особенно если вы подпишетесь по результатам просмотра данного видео или уже подписались на мой канал, потому что кроме вас меня поддержать просто некому. Но, ребят, перейдите, посмотрите, для того, чтобы вы знали, как играются эти машины в средних руках, чего они стоят, ну и таким образом принимайте уже решение, действительно, покупать или не покупать. Как вы видите, машина едет очень бодренько. Это средний танк, но едет он очень классно. Есть средние танки, более унылые по подвижности. Есть средние танки, которые менее унылые по подвижности. Но все-таки, ребят, эта машина едет комфортно. Я вполне спокойно могу развернуться на месте и поехать в другую сторону. И это, ну, похвально, действительно похвально, потому что когда ты на среднем танке нормально передвигаться не можешь, ну, это, честно говоря, начинает тебя как-то удручать в бою. Что касается углов склонения орудия. Просто супер, можно отыгрывать от любых неровностей. Ну, то есть выцеливай кого хочешь, куда хочешь, под любым наклоном стоя, вопросов нет. Кританули. Ладно, поремкаемся, это не есть проблема. Время перезарядки классное, но вот этот вот товарищ, блин, немножечко мне мешает его реализовать. Постой, бро. Орудие суперточное. Действительно очень классное, очень приятное. И отыгрывать на нем как на коротких расстояниях, так и на дальних расстояниях, ну, просто, просто одно блаженство. Я обожаю этот танк, реально. Несмотря на то, что это седьмой левел, и кто-то скажет, что, типа, да эта машина не достойна того, чтобы ее покупать, надо восьмерки брать. Ребят, берите то, что доставляет вам удовольствие. Не гоняйтесь за трендами, не гоняйтесь за тем, что вам кто-то впаривает на своих YouTube-каналах и там рассказывает, что вот эта машина действительно для крутых игроков, а если ты рачина, то возьми себе вот это. Возьми себе то, что будет тебя радовать. Все остальное, это гнилой чёс, который, в принципе, слушать не надо. Не ведитесь на всю эту фигню. И еще раз повторюсь, получайте удовлетворение от игры. Она создана именно для этого. Ну, правда, разработчики ее создали для того, чтобы еще параллельно зарабатывать. С этим я спорить не буду. Но все-таки для нас игра, это, ну, в принципе, место, где можно кайфануть. Башня поворачивается просто шикарно у машинки. Ты действительно можешь вполне спокойно повернуться в любой, ну, как бы в любой момент, в любую сторону, отвернуть башню, начать следить за соперником. Ну, короче говоря, машина реально полна идеалов. Вот, идеально сбалансированное время перезарядки и время сведения. Идеально сбалансированная подвижность. Идеально сбалансированная точность на дальних и средних расстояниях. Она реально имеет в себе огромное количество плюсов. Да, пускай в этом бою я не победил. Если бы я меньше разговаривал, я сделал бы чутка побольше. Но и уж тем более, ребят, сделайте скидку на то, что я эту машину последний раз катал, ну, наверное, где-то месяцок назад. И я перед обзором, ну, говорю откровенно, я не брал ее, я не пытался вспомнить, как на ней играть. Я просто решил зайти и показать, как она поедет. Но и вы точно так же, ребят, если купите ее, вот так вот и поедете. Сейчас мы досмотрим с вами данную катку. Не знаю, закончится ли она победой, я в этом сомневаюсь. Но, мало ли, вдруг они сейчас все АФКшнутся. И после этого товарищ поедет и всех бодро поразбирает. Обязательно заценим сейчас с вами результаты. Но, я думаю, мои мысли по поводу данного набора вы уже уловили. И плюс-минус понимаете, каким будет вердикт в отношении того, а стоит ли присмотреться к данному набору. Ну что, давайте, гасите бить долагу. На какую-то долю секунды я реально даже начал сомневаться в том, что это проигрыш. И я сейчас сначала поставлю лайк этому чуваку, потому что он действительно молодец. Он не сдался, он боролся до последнего. Это достойно уважения. Он, ну, просто, просто супер. Best of the best. Ну, а теперь, ребят, давайте посмотрим на результаты, из которых я поторопился и вышел. Смотрим. Я накосил урона, в принципе, но я бы не сказал, что сильно много. Машина может больше. Но 1700 я сделал, с учетом того, что я, я бы сказал, не на все 100% отыграл. Я сделал 2 фрага. Я абсолютно, как бы, не напрягался над этим. Я получил серебром, с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт, ну, правда, еще включенные бустеры, 44 тысячи с копейками. Да, без бустеров было бы более скудно, но в любом случае, это было поражение и далеко не максимальный результат. Ну, а что касается результативности по команде, то я занял третье место, ребят. И я думаю, что шансы на победу были бы существенно выше, если бы вот эти двое товарищей, один сделал чутка побольше, ну, а второй сделал бы хотя бы что-нибудь. Я очень сильно надеюсь, что у ребят просто объективно не было возможности сделать чего-нибудь более хорошего. Итак, ребят, возвращаемся к теме набора. Как я уже говорил, если у вас есть суперпершинг, не покупайте себе пилота, он вам не нужен. Если у вас нет суперпершинга, присмотритесь к пилоту, возможно, он вас заинтересует. Но только в составе набора, потому что покупать его за 4,5 тысячи голым я лично не вижу смысла. А вот в составе набора, если Т-23Е3 у вас нет, вы получаете обе этих машинки по 3,5 тысячи, но я бы разделил все-таки так, для того, чтобы вам спокойнее спалось после покупки, 3 тысячи за Т-23Е3, что для него считается и является абсолютно нормальной ценой, и 4 тысячи за пилота, с учетом того, что у вас еще будет камуфляжик, ну и чего-нибудь там насыпанного. Вот такое вот мое скромное мнение по данному набору. Согласны, не согласны, пишите в комментариях. Можете поддержать канал, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео, я всегда вам рад. Всех благ, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.